Здравствуйте! Время новостей на канале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. На повышение зарплаты медикам. Мы строим огромное количество социальных объектов. Сегодня областные депутаты обсуждали бюджет. Он получился дефицитным, но всё из-за больших планов. На переработку. Отсюда мы уже её извлекаем и отправляем на ртутный комбинат. Журналистам Саратов 24 показали, как утилизируют ртутные лампы. Быстрее и точнее. Тут надо и привыкнуть, и зрение не очень хорошее, сами понимаете, 72 года. Саратовские пенсионеры приняли участие в Спартакиаде. Какая погода на дворе будет в четверг 21 ноября на Михайлов день? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь. Приняли бюджет на ближайшие три года. Сегодня в областной думе говорили о суммах, причём внушительных. Депутаты обсуждали главный финансовый документ региона. Не обошлось и без Демарша. Коммунисты покинули заседание, так и не дождавшись голосования. Альфия Багапова отправилась в областную думу и узнала, как будем жить в ближайшие годы. Во-первых, мы считаем, что прогноз социально-экономического развития, который нам дал... В областной думе сегодня аншлаг в повестке. Бюджет региона начали со споров. Депутатам не понравилось, что им урезали количество вопросов. Всего по два от каждой партии. Нам необходимо здесь дать возможность не менее 10 минут выступления и тем более обсуждение, чтобы каждый депутат мог высказаться по проекту данного закона по бюджету. В итоге большая часть зала проголосовала, что и восьми вопросов о бюджете достаточно. Его-то и проводили в последний путь коммунисты. Именинник Александр Анидалов с коллегами устроили флешмоб. Траурная процессия у них уместилась в минуту. Александр Юрьевич сегодня празднует День рождения. Это хороший повод, чтобы вот сейчас ребятам как раз весь день провеснить с делом. То поведение, которое сегодня было продемонстрировано, считаю недопустимо по отношению к нашим избирателям. Нас избирали не для того, чтобы мы не ходили на заседание Думы и не могли озвучить вопросы, которые волнуют наших избирателей. С точки зрения закона и политической целесообразности они поступили очень глупо. И кроме того, судя по всему, они еще и Ленина не считали. Ленин всегда был против бойкотов, потому что говорил о том, что трудящиеся остаются без защиты в буржуазном парламенте. Там их тоже надо защищать. Бюджет обсуждали недолго. На будущие три года он получился дефицитный. По словам властей, все из-за больших планов. Заложили суммы на повышение зарплаты медикам – полтора миллиарда рублей. Еще более 400 миллионов потратят на закупку лекарств. С лета планируют развивать и санитарную авиацию. Мы с вами видим и ощущаем каждый день. Мы строим огромное количество социальных объектов. В этом году их будет вводиться порядка 50. Мы участвуем в программе безопасной и качественной дороги. Строится и вводится, реконструируется, ремонтируется сотни километров автомобилей дорог. Продолжат заниматься и дорогами. В этом году по всему региону уже отремонтировали около тысячи километров. По словам чиновников, такого еще никогда не было. Учли в бюджете и траты на переиндексацию социальной пособии увеличат на 3,5%. Правда, только с будущего октября. Пособие на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области. Единовременно пособие лицам награжден орденом родительской славы. Ежемесячные доплаты к пенсиям гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью. Региональный материнский семейный капитал. Семьям, имеющим те места, которые находятся на территории Саратовской области. Ежемесячные денежные выплаты опекуну или попечителю на содержание детей. После непродолжительной дискуссии депутаты одобрили проект казны. Приняли бюджет в двух чтениях. Сделали это без коммунистов. В зал они так больше и не вернулись. Альфия Багапова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Свалку из пяти тысяч ртутных ламп недавно обнаружили в Балакове. В Саратовской области регулярно находят места складирования опасных отходов. Одно из них располагалось в Саратовском районе. Сейчас в нашем городе только одно предприятие занимается обезвреживанием ртуть-содержащих отходов. Надежда Новикова узнала, справляются ли там с количеством поступающих ртутных ламп. С ртутными лампами здесь расправляются в два счета. Сначала грузят в технологический контейнер, потом отправляют на термическое обезвреживание. Ртуть выпаривают и превращают в ступу, а стекло дробят. Ртуть не чистая, называется ступа ртутью, но она также вредная как первого класса опасности. Отсюда мы уже ее извлекаем и отправляем на ртутный комбинат в Краснодарский край. Там мы ее сдаем на ртутный комбинат и ее там утилизируют. А вот в эти контейнеры отправляется лом, который остается от обезвреженных ртутных ламп. Это уже отходы четвертого класса опасности. И когда контейнеры наберутся полностью, в каждом будет по три тонны, тогда все это отправится на окончательную утилизацию. 20 с лишним лет предприятие «Экологическая безопасность» работает с обезвреживанием отходов первого класса опасности. И еще ни разу установка не работала на полную мощность. Она может справиться с миллионом ламп в год. А здесь набирается максимум 700 тысяч. Зато все чаще в области стали встречаться свалки ртутных ламп. Есть недобросовестные руководители предприятий, которые не хотят платить за обезвреживание. Проще сбросить в посадки куда-нибудь. Но тут что можно сделать? Здесь какие-то, наверное, другие меры принимать. На контролирующем уровне, чтобы эти предприятия могли отчитаться, куда они делят ламп в посадке или сдали на обезвреживание. Семь свалок ртутных ламп нашли в Балакове. Общественная организация «Гражданский дозор», которая была создана при участии партии «Единая Россия», занималась поиском мест складирования опасных отходов. На одной из свалок было обнаружено 5000 ртутных ламп. По рукам обязательно надо бить. Причем я даже скажу больше, наверное, и публичная порка, она тоже не повредит. Потому что люди, которые вот так вот втихаря куда-то там что-то вывозят, складируют, в надежде там сэкономить какие-то деньги, они несут огромный вред именно для того населения, которое живет на этой территории. Специалисты по утилизации опасных отходов рассказывают, что довольно часто в соседних регионах объявляются предприятия, готовые якобы обезвредить ртутные лампы за копейки. Возможно, опасные отходы собирают, а потом просто избавляются от них. Надежда Новикова, Роман Шельзяев, Саратов, 24. Затянули на 8 месяцев. Сегодня в Волжском суде прошло первое заседание по делу гибели мужчины от глыбы льда. Трагедия произошла в марте этого года. Суд должен был состояться еще в сентябре, однако заседание несколько раз переносили. Сегодня снимать процесс журналистам запретили, однако это не помешало им выяснить, почему следствие затянулось на несколько месяцев. С подробностями Анна Заболуева. В Волжском суде началось рассмотрение уголовного дела о гибели пожилого мужчины из-за падения глыбы льда с крыши здания. На скамье подсудимых бывший директор управляющей компании Роман Сулейманов. Его обвиняют сразу в двух эпизодах преступления. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора управляющей компании, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного пунктом В, части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. По версии следствия, 2 марта этого года с крыши дома номер 59 по улице Московская обвалилась глыба льда прямо на проходящего мимо 77-летнего мужчину. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, медики госпитализировали пострадавшего, однако полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. В тот же день мужчина скончался. Как отмечают следователи, трагедия произошла из-за того, что управляющая компания несвоевременно очищала крышу здания. Следственный процесс затянулся на 8 месяцев. Как рассказывает дочь погибшего, дело должны были передать в суд еще в сентябре. Обвиняемые оказывают всяческие противодействия, как я поняла в ходе всех этих моментов. В связи с этим, таким образом, безумно затянут весь процесс. Честно говоря, я хочу, чтобы человек был наказан, потому что за два месяца зимы этого года, за январь-февраль, начало марта, это 4 или 5 случаев со смертельным исходом. Стоит отметить, что это не единственный смертельный случай, произошедший по вине бездействия этой управляющей компании. Буквально через пару недель после смерти пенсионера с крыши здания на Тулупной неочищенная наледь упала на женщину. Она получила множество тяжелых травм. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Саратовским водителям начнут аннулировать права. Об этом сегодня рассказали в Федеральной госавтоинспекции. Там придумали, как не допускать некоторых граждан к рулю. Минздрав будет направлять данные об автолюбителях. Если есть серьезная болезнь, придется пройти медосмотр заново. Проигнорируют, останутся без прав. Впрочем, удостоверения можно лишиться и просто катаясь по городу и нарушая. Роман Базан изучил очередные видеоролики. Далее рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Улица Огородная наш помощник заснял на видеорегистратор лихача на Ладе-Гранте. Тот проехал на запрещающий сигнал светофора. Номер на ваших экранах. Ольга Кузьмина жалуется на наглость пешеходов и опять торговый центр. Несмотря на запрещающий им знак и переход в 100 метрах, горожане спокойно себе идут по дороге. На наглых пешеходов жалуется телезритель Андрей Сельченко на кадрах в пересечении улиц Астраханская и Вавилова. Говорит, еще светофор не загорелся, они уже бегут к трамваю. Отметим, что в данной ситуации на дороге прав именно автолюбитель. Андрей Петров снял в Энгельсе нарушителя на 99-й. Водитель, постояв на светофоре, выехал на перекресток на Красный. Серьезные нарушения и к тому же глупые, говорят очевидцы. Сегодня в Саратове выпал первый снег. Автоинспекторы уже заявили, что дожидаться декабря не стоит, чтобы переобуться на зимнюю резину. То же самое советуют и автоэксперты. Меньше пяти тепла можно смело ехать на станцию. Летняя резина уже просто не работает. Ее эффективные свойства просто нулевые. Тормозной путь больше, управляемость хуже. Можете создать ДТП. Зимняя резина, наоборот, в эти температуры начинает работать в положительную сторону. Она мягче, лучше цепляется за покрытие, даже на асфальте, не имея снега под колесами. Если вы двигаетесь и какой-то участок вдруг имеет скользкое покрытие, вы тут же сможете эффективно затормозить. Ну а всеми нарушителями, как обычно, займутся автоинспекторы. Им мы передали материалы, вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Думаете о будущем? Накопить, сохранить и приумножить на пенсию, отдых, образование, покупку или ремонт. 16 лет нам доверяют. Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш гарант кредит. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы. Телефон в Саратове – 906-111. Здравствуйте. В четверг, 21 ноября, на Михайлов день, в Марксе, Волошове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове малооблачно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Днем до минус трех, а ночью до минус одиннадцати. В Саратове и Энгельсе солнечно и морозец. Температура днем до минус четырех, а ночью до девяти градусов ниже нуля. Атмосферное давление высокое – около 777 миллиметров ртутного столба. По приметам, если на Михайлов день иний или гололед, больших снегов следует ожидать. Туман быть оттепели. Ну а ясная погода говорит о морозной зиме. А спонсор прогноза погоды – Секонд-хенд Вова, скидки от 10 до 50 процентов. И полное обновление товара каждую неделю. Адрес город Энгельс, проспект Строителей, 8А. Всем всего доброго, берегите себя. Увидимся! Секонд-хенд Вова. Что вы купили? Дети так быстро растут, постоянно новую одежду приходится покупать. А тут с мужем зашли в магазин Вова. А почему магазин Вова? Детям купили стильные вещи, таких точно ни у кого нет. Да еще денег хватило мне на платье, мужу на свитер. Магазин Вова. Еще думаете! Проспект Строителей, 8А. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. В Приморье глава региона Олег Кожемяк раскритиковал власти Владивостока за плохую уборку снега. Город второй день стоит в огромных пробках. Напомним, в начале недели на регион обрушилась сильная метель и выпало рекордное число осадков. Заторы на дорогах достигали 10 баллов. Пешеходы, несмотря на сугробы, шли быстрее автомобилей. Из-за погоды отправиться на работу пешком пришлось и самому губернатору. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В Туле уволили четверых росгвардейцев. Бойцы не пресекли дебош в одном из местных кафе. Они прибыли по вызову, но почему-то решили не спешить с задержанием агрессивного мужчины. Тот избивал посетителей и крушил все на своем пути. В итоге успокоили дебошира его друзья. Этой историей заинтересовались в Следственном комитете. Руководство правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности. В Волгоградской области обнаружили банду браконьеров. Злоумышленники действовали под прикрытием. Представлялись сотрудниками Научно-исследовательского института рыбного хозяйства. С поличным были задержаны 11 человек. Все местные жители. У них было изъято около полутора тонн незаконно выловленной рыбы разных видов, в том числе занесенных в Красную книгу. Предварительный ущерб от их действий превысил 2,5 миллиона рублей. Пришли на снимок сделать ребенку рентген. Вот она сидит чудо пьяная. Воронежский врач не смогла выполнить свою работу. Рентгенолог не принимала маленьких пациентов. Возмущенные родители зашли в кабинет медработника и увидели, что та сидит без движения. Как рассказали позже, в больнице сотрудница была в состоянии сильного опьянения. Это подтвердило и медосвидетельствование. Женщину отстранили от работы. Ее ждет увольнение. Раньше пациенты на врача не жаловались. Приведут коммуникации в порядок. В рамках конституционного соглашения с теплоснабжающей организацией в Саратове проведут масштабные работы. Реконструируют 220 километров теплосетей. Заменят почти 400 километров труб тепловой изоляции и отремонтируют десятки котельных. На это потратят 11 миллиардов рублей. Об этом сегодня говорили на заседании в Министерстве строительства и ЖКХ. Также обсудили повышение цен на тепло. Чиновники отметили, что в следующем году стоимость услуги станет выше, но не более чем на 6%. Депутатами города Саратова был согласован максимально допустимый рост на 2020 год в размере 6%. Это чуть выше уровня инфляции. Но это не означает, что именно рост будет 6%. По итогам тарифного регулирования будет определен тариф и соответствующий рост. Последние штрихи автор нового памятника легендарной летчицы Марине Росковой показал свое творение. Об этом сообщают сторонники спикера Государственной Думы на странице Володин Саратов в соцсети. Напомним, что заменить разрушающийся монумент на новый предложил Вячеслав Володин во время своего визита в регион в мае. Сейчас статуя летчицы уже готова, остались финишные работы. Памятник ночной ведьме выполнил скульптор Андрей Щербаков. Он добавил в композицию и легендарный бомбардировщик. Идея памятника достаточно проста. На переднем плане стоит главный герой, летчица Марина Роскова, а на заднем плане у нее находится бомбардировщик П-2, на котором Марина Роскова и подготавливала своих летчиц, девушек. Почему она изображена в комбинезоне? Потому что это рабочий момент. Во время полетов летчицы надевали комбинезоны. Играли своими ракетками. Сегодня в Энгельсе прошла областная спартакиада. Соревновались больше 40 человек, проживающих домов-интернатов. Пенсионеры боролись за кубки в таких видах спорта, как скандинавская ходьба, настольный теннис, шахматы и дартс. Для игр пожилые привезли свой инвентарь, чтобы было проще. А вот Полине Попенец пришлось одолжить ракетку и дротики, чтобы пройти те же испытания. Областная спартакиада проходит здесь впервые. Сегодня пожилые люди соревнуются в таких видах спорта, как настольный теннис, шахматы, шашки и дартс. Раиса Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, вы уже давно занимаетесь этим видом спорта? Впервые в жизни. В 72 года я впервые в жизни этим занимаюсь. Как готовились, как тренировались? О, это серьезно было. Во-первых, у нас были тренировки 4-5 раз в неделю. Тут надо и привыкнуть, что зрение не очень хорошее, сами понимаете, 72 года. Покажите, как это делается и научите мне. Ну, первый раз можно попасть, можно не попасть. Ну, все-таки. Я волнуюсь. Можно я попробую? Попробуйте. Вы встанете на линию. Так, на линию, да? Да, да. Правую ручку вашу. И замах, замах обязательно. Вот чем лучше замах? Сильно? Сильно надо замахивать? Рукой вперед. У меня такое было. Я тоже волнуюсь. Олег, я все равно не... Попала. Один раз из трех. А я попала, по-моему, вот сюда, да? Вот сюда попали, это 16. А максимальное количество? Максимальное вот здесь 180 очков. Здесь есть участники из нескольких районов области. И вот, например, чтобы сыграть в настольный теннис, каждый должен был привезти свою ракетку. Олег Владимирович, расскажите, вот почему нужно иметь именно вот свою ракетку? Ракетка эта, она имеет особенность, она же состоит из какой-то накладки, еще и губки. И поэтому к этой ракетке надо привыкать. Олег Владимирович, я вам желаю удачи, победить вам. Спасибо большое за мастер-класс. Победители определяют по общекомандному зачету. Вот кубки за первое, второе и третье место. И еще два человека получат награды не за участие, а за возраст. Полина Попенец, Олег Буланов, Саратов-24. О главном к этому часу все еще больше новостей на сайте информационного агентства Саратов-24. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...